Центр избирком подсчитал 100% голосов. Выборы депутатов Государственной Думы признаны состоявшимися. Но главный скандал этой кампании связан с электронным голосованием. Лидер коммунистов Геннадий Зюганов не признает его результаты и требует вмешательства правоохранителей. В КПРФ уверены, что электронное голосование сфальсифицировано в пользу Единой России. В Москве коммунисты на митинге заявили, что у них украли победу. Подробнее об электронном голосовании и его последствиях расскажет Виталий Поляков. Он в студии. Виталий, а что такое вообще электронное голосование? У нас его, я так поняла, не было. В чем подвох? Да, Оля, привет. Электронного голосования у нас в крае действительно не было. Его применяли в семи регионах, в том числе и в Москве, но впервые на выборах столь высокого уровня. Вообще электронное голосование – это когда избиратель не идет на участок, а голосует дома через интернет. Допустим, можно дома голосовать с помощью компьютера или на улице с помощью телефона. Личность избирателя в таком случае определяет система через учетную запись на госуслугах. С ее помощью необходимо зарегистрироваться на сайте выборгав.ру. Затем человеку приходит СМС с кодом. Его надо ввести и проголосовать в электронном бюллетене. В Москве в электронном голосовании зарегистрировались около двух миллионов человек, как два красноярска, и проголосовали почти 100%. От хакерских атак или манипуляций голос избирателя должен защищать специальный шифр, который, по данным Центра избиркома, невозможно взломать. И вот в 8 вечера, 19 сентября, электронное, как и обычное, голосование остановлено. Начинается подсчет. Члены избирательных комиссий вручную успевают посчитать бюллетени быстрее, чем это делает компьютер. И система электронного голосования проходит час-два, но электронных результатов нет. Ручной подсчет определяет победу 11 кандидатов умного голосования. 7 из них коммунисты, а всего одномандатных округов в Москве 15. В КПРФ начинают праздновать, но утром ЦИК вводит данные электронного голосования, и на всех округах в Москве побеждают единороссы. Оказывается, Единая Россия выиграет в Москве везде, с какого будуна, по какому закону, и каким образом это можно сделать. Только за счет вот такой халтуры. Мы не просто не признаем. Мы попросим вместе с специалистами расследовать все эти факты, потому что это недопустимо. Тем более, это делает непосредственно в Москве, как столице нашей державы. Коммунисты считают, что у них украли победу в Москве. Наглядно вот эту ситуацию демонстрирует инфографика на карте столицы. В зеленом округа, где победили кандидаты умного голосования, до ввода в систему электронных результатов. Синим те же округа, но уже после ввода данных и победившими единороссами. Например, в Бабушкинском округе Москвы ночью лидировал коммунист Виктор Рашкин, а утром победил кандидат партии власти Тимофей Баженов. В Кунцевском округе ночью лидер, доцент МГУ Михаил Лобанов, а утром победитель, кандидат-пропагандист Евгений Попов. Нагатинский округ до коммунистка Анастасия Удальцова, после единоросска Светлана Разворотнева. Впрочем, эксперты и раньше утверждали, что система электронного голосования непрозрачна, результат невозможно проверить, она уязвима для фальсификаций, а код для голосования можно просто-напросто передать другому человеку. Коммунисты уверены, пандемия и удобство избирателей стали только предлогом для внедрения электронного голосования в Москве, чтобы фальсифицировать итоги. КПРФ, несмотря на запрет пластей, провела митинг в Москве и потребовала вернуть им победу. Три раза пересчитывали электронные голосования. Где вы ловили там бюллетени? Их нет. Что вы там пересчитывали? Там электронно все. Кто там пересчитывал? Там не было избирательных комиссий, там не было наблюдателей. Там сидели специалисты-фальсификаторы и подгоняли результаты голосования, чтобы отобрать мандаты у кандидатов от Компартии Российской Федерации. Вот и все. ЦИК «Все обвинения» фальсификации электронного голосования отвергает. Официальные победители «Единая Россия» празднуют вот уже второй день. Накануне на Театральной площади в Красноярске партия давала концерт. Группу «Яхант» пришли послушать несколько сотен сторонников партии. А в нашем эфире «Единая Россия» Алексея Додатко подтвердил, что партия власти в крае, безусловно, победила на выборах в Госдуму и законодательное собрание. Наши кандидаты по одномандатным округам победили почти во всех территориях края. И из 26 одномандатных округов одна из двух мандатных округов на севере. Мы получили 23 мандата. Партия победила по территориальным группам тоже почти во всех территориях. Таким образом, на сегодня партийная фракция в законодательном собрании будет сформирована в составе 34 депутатов из 56. Но в любом случае, итоги выборов и их легитимность продолжают обсуждать. Политологи обращают внимание, что по спискам в крае «Единая Россия» получила только треть голосов избирателей. Но в Думе она забирает 70% депутатских кресел. На участках в Красноярске, как и в Москве, зачастую была равная борьба. Корреспонденты новостей ТВК работали в местах голосования и видели, что разрыв партии власти и оппозиционных кандидатов был минимальный, как на этом 305-м участке, в 1%. Эксперты говорят, что политические предпочтения россиян примерно одинаковы по всей стране. Известный экономист Сергей Гуриев считает, что превратить небольшой разрыв в конституционное большинство власти удалось за счет вбросов и фальсификаций. Я считаю, что российская власть украла огромное количество голосов. По некоторым оценкам речь идет о 16 миллионах голосов, но это еще не конец этих отчетов, подчетов, основанных на известных графиках Шпилькина. Вполне возможно, что большинство голосов, которые вброшены за «Единую Россию», которые учтены ЦИКом, как голоса за «Единую Россию», большинство из этих голосов просто вброшены электронным ли или бумажным способом. Депутат Красноярского горсовета Константин Сенченко тоже не признает результат этих выборов. По его мнению, они сфальсифицированы и добровольно через выборы свою власть добровольно не отдаст. Я не признаю итогов этих выборов. Я считаю, что те цифры, которые мы по итогу увидели официально, не отражают реальную ситуацию. Я абсолютно уверен, что были большие фальсификации. Я вижу, что настроение в обществе сегодня не очень позитивное по отношению к власти. И вот те итоги, которые нам сегодня пытаются представить, где 70 или 75% по итогу получают представители партии «Единую Россию» в нашем парламенте, они никак не отражают настроение в обществе. Результаты выборов на митингах пока оспаривают только московские коммунисты. В регионах все спокойно. Общество наблюдает за развитием событий и особо не удивляется, потому что не зря в районе говорят «голосуй, не голосуй, а все равно получишь «Единую Россию». Воля, на этом у меня все. Спасибо. Это был Виталий Поляков. Говорили об электронном голосовании и его скандальных последствиях.